привет друзья сегодня мой с вами канал я и мой хвост я его автор и ведущий Олег ну сегодня вообще не по теме по собачьей значит ну я просто не могу не поделиться своими впечатлениями от того что значит вот я делал занимался последние полутора двое суток скажем так тут друзья подсказали мне что сейчас начинается заготовительный период так сказать копорского чая то есть ван чая ну я как биолог по образованию который собственно говоря на практике изучал как нужно правильно заготавливать праву как высушивать нужно до какой степени именно добавить я решил как бы испытать как все же это делается ну вот я сейчас уже стою с готовым чаем и у его и понимаю что собственно говоря я сделал все правильно я подошел к скажем так ну как 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 и всегда ко всему телефон так значит к приготовлению заготовки чая отнесся достаточно серьезно очень много методов и способов я посмотрел в интернете интернет просто кипит вот этими вот способами заготовления ферментации именно этого чая ведь сама суть и вот когда вы пьете иван чай то есть растение растет практически везде вот если вы будете собирать его и просто высушивать то те полезные свойства да и вот этот вот аромат вот этот насыщенный цвет посмотрите на стакан который я держу в руках но не передать здесь я сейчас только готовил его здесь у меня вот кому-то варенье знаете вот земляничное варили вот такой вот запах у меня стоит потому что вот духовка еще собственно говоря приоткрыто противне здесь лежат вот он готовый чай я заварил это совершенно не передать вот конечно очень жалко на видеокамеру способы приготовления именно чая я вам подробнее к фотографиях все это вы сейчас увидите после моего вступительного слова но хочу вам сказать то что ребята если у вас есть такая возможность своими собственными ручками пойти нарвать вот иван-чай это не такое сложное растение для того чтобы найти единственное что нужно естественно соблюдать правило того чтобы экологически чистом районе это было растет практически везде вот вдоль дорог его очень много собирает если покупать покупной чай то здесь вы рискуете нарваться именно вот на недоброкачественных заготовителей которые собственно говоря будут именно вдоль дорог то есть вот это вот весь свинец вся пыль придорожные не помытый он у вас будет именно вот вы рискуете купить в приготовлении я говорю мне заняло двое суток но это не значит что я двое суток сидел и прям как бы крапил над этим чаем я его сначала собрал потом я помыл потом его подвялил потом перекрутил от ферментировал высушил и у меня получился вот 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 такой вот иван-чай и причем вот здесь вот ферментация как бы мне показалось она прошла не до конца вот здесь я оставил ну это первый мой опыт собственно для приготовления этого чая вот здесь ферментация еще идет посмотрите вот она кастрюль когда и уже вот идет такой аромат я хочу до завтрашнего дня потомить ну говорят что самое главное чтобы не переквасить итак друзья ну хоть не в тему эта передача будет но мы уже живем с вами такой семейной жизнью да мы тут больше уже общаемся чем посредством моей передачи я с вами и вы со мной в общем я всем рекомендую заготавливать наш значит русский искомный русский чай иван-чай тем более свободное время когда вы будете выезжать на природу да для того чтобы собрать этот чай вы берите всегда с собой свою собаку то есть вот здесь посредством того что вы собираете происходит ваше общение центр вселенной вы выгуливаете свое животное проводить у вас душа отдыхает налаживается ваши непосредственные отношения так давайте перейдем непосредственно к приготовлению его сейчас я покажу вам фотоколлаж который вы посмотрите и поймете что это очень просто собрать этот чай приготовить и потом весь год наслаждаться этим чудным анна а 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 и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok